здравствуйте дорогие худеющие если вы на протяжении долгого времени худеете избавляетесь от лишнего веса возможно вашей практике наступает тот момент когда видимый прогресс начинает исчезать но вы все так же продолжаете правильно питаться потете на изнуряющих тренировках а вес стоит и конечно же отсутствие видимого результата напрочь убивает всякое желание продолжать бороться за идеальную фигуру узнать почему вес стоит на месте вы сможете только тогда когда подробно рассмотрите все ваши действия которые вы предпринимаете для своего похудения наступление и длительность плата во многом зависит от адекватности вашей программы жиросжигания такой эффект застоя могут вызвать очень многие причины вот одни из них и накопление жидкости в вашем организме происходит гораздо быстрее чем избавление от жировой массы очень часто это происходит именно во втором цикле похудения но заканчивается цикл и снижение веса возобновляется или даже идет с опережающей скоростью ваша диета может быть слишком строгой вы постоянно потребляете мизерное количество калорий и их количество не дотягивает до основного обмена веществ в группе риска все тех кто сидит на низкокалорийных диетах суточная норма которых составляет ваш идеальный вес умноженный на 30 в вашем рационе отсутствует хотя бы 0,5 грамма чистого белка и хотя бы 40 грамм полезных жиров ваше меню может состоять из однообразных продуктов например из яблок или из гречки что опять же заказывает неэффективность монодиет именно поэтому диетологи не советуют сидеть на строгих диетах более двух недель вы специально провоцируете замедление своего метаболизма настоящая же причина плата в снижении веса это естественная адаптация вашего организма к внешним условиям если бы их не было мы просто сбрасывали бы вес из-за малейших изменений в нашем рационе из-за температуры воздуха или физических нагрузок причем необратимо и тогда толстых людей вообще не было бы так что эффект плата является обычной реакцией вашего организма и бояться его не стоит нужно только помочь себе его преодолеть и так какие изменения вы сможете внести в свой рацион питания можно попробовать тигзообразность или цикличность калорий что это значит к примеру сегодня вы потребляете 1500 калорий завтра вы потребляете 2000 калорий это может быть очень просто сегодня вы полную порцию сидите завтра поделите ее пополам таким образом вы разгоните свой метаболизм если тренировки все еще не входят в вашу программу или образ жизни то наконец-то пора начать тренировка мышц помогает укрепить костную ткань уменьшать жировую прослойку и в конечном счете помогает ускорить наш обмен веществ но если вы уже занимаетесь то попробуйте в вашей программе тренировок что-то новое никогда не любили кардио полюбить и никогда не пробовали новые упражнения попробуйте никогда не будет прогресса в тренировках и результатов если вы не будете вносить вашу программу что-то новое если вы придерживались диеты богатой углеводами постарайтесь снизить их количество потребляйте меньше углеводов и больше белков если на завтрак с чаем вы съедали что-то углеводное попробуйте изменить свой завтрак вы intensive что-то белковая или наоборот если ваша диета большую степень состояла из белков пробуйте добавить больше углеводов и снизить количество белков экспериментируйте чувствуйте свой организм если вы плотно кушаете три раза в день постарайтесь добавить между этими основными приемами пищи какие-то небольшие перекусы возможно придется уменьшить порции в основных приемах пищи и помните что девушки которые худеют медленно но верно большей степени склонны удержать свой результат никогда не бросайте похудение на полпути просто немножечко измените свою стратегию спасибо вам за внимание скоро встретимся пока и